Раз, два, три, свисток. Спортсмен побежден. Стоило его лопаткам коснуться пола. Туше, так называется, это проигрышное положение борца в партере. Но в Химкинском спортклубе «Виктория» учат. Главное – победа не над партнером, а над собой. Это зачастую оказывается самой трудной задачей. Юные спортсмены регулярно участвуют во всевозможных турнирах и соревнованиях. В этот раз помериться силой и ловкостью собрались жители Химок и Зеленограда 10-12 лет. Соревнования провели в спорткомплексе «Юность» на Сходне. В судьи взяли тоже воспитанников секции, но старше и опытнее. Сейчас трудно представить, что это спортивное направление берет начало в глубине веков. Классическая борьба родилась в Древней Греции еще в VIII веке до н.э., а развивалась в Римской империи. Современный, возрожденный вид спорта формировался уже во Франции в первой половине XIX века. Из-за исторических перипетий он много раз менял свое название. Сначала в России его знали как французскую борьбу, потом как борьбу классическую, и только в 40-е годы появился современный термин – греко-римская борьба. Сегодня, как и прежде, этот спорт очень популярен. Когда перед химчанином Леонидом Алексеенко встал вопрос, в какую секцию отдавать сына, сомнений не возникло. Здесь очень хорошая школа греко-римской борьбы. Вообще для развития молодых людей это очень хорошая школа, она является очень хорошей базой. Спорт достает силу, развитие, дисциплину. Детям надо заниматься, это важно для здоровья, для развития, чтобы они знали. Был стимул, к чему стремиться. А если он не станет великим спортсменом, это просто даст возможность заниматься и развиваться дальше. Леонид для сына и тренер, и самый преданный болельщик. Лев надежды отца оправдал. Вышел из схватки с триумфом. У юного спортсмена уже есть собственный рецепт победы. Главное не бояться соперника и быстро сделать прием. Борцы из России исторически славятся на весь мир как сильнейшие. Одним из самых известных и по сей день считается непобедимый Иван Поддубный. За 40 лет выступлений он не проиграл ни одного соревнования, чемпионата и турнира. Последний раз на ринг Иван Максимович вышел в 1941 году. Тогда ему уже исполнилось 70 лет. Также Международной федерацией борьбы величайшим спортсменом греко-римского стиля в 20 веке признан россиянин Александр Карелин. Он является троекратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, двенадцатикратным чемпионом Европы и тринадцатикратным чемпионом СССР и России.